всем привет меня зовут анатолий добро пожаловать на канал ящик с инструментом сегодня вас ждет презентация нового инструмента от всеми известного производителя позитек для тех кому это название вообще ни о чем не говорит проще наверно будет сказать какие бренды данный завод производит это works кат а также крес и все эти инструменты уже были на моем канале сегодня речь пойдет про четвертый бренд и это vesco в общем расскажу я вам про четыре новых инструмента будут как щеточные так и бесщеточные в общем речь пойдет про перфоратор лобзик болгарку а также шуруповерт все это работает на одной единой аккумуляторной системе и продается как обычно эксклюзивно в dns в общем с помощью наших приборов а также разнообразных тестов я не просто покажу сегодня эти инструменты а мы их полностью протестируем на емкость а также мощность в общем в целом посмотрим на что эти инструменты способны присаживайтесь постараюсь коротко но как обычно интересно кстати сегодня вас ждет немного видоизмененный формат у нас будет не просто презентация нового инструмента но с каждым инструментом я сегодня будут делать разнообразные тесты если говорить про перфоратор и лобзик это новые инструменты на канале сравнить них по сути не с чем а вот например если мы возьмем шуруповерт а также болгарку мне есть чем их сравнить и сегодня в процессе тестов буду показывать таблицы относительно которых вы сможете понять как этот инструмент относительно других соответственно здесь у нас будут щеточные шуруповерты порядка 20 вариантов и также будут болгарки тоже порядка 20 вариантов в общем давайте смотреть в комментариях напишите понравился формат не понравился стоит ли делать подобные презентации в сегодняшних тестах я буду использовать два вида аккумуляторных батареи для силовой техники это болгарка перфоратора а также лобзик будет использоваться 4 ампер часа для шуруповерта я возьму 2 ампер часа в общем вес 2 амперной батареи 391 грамм вес 4 амперной батареи 700 грамм ровно данный аккумулятор а я разобрал 2 амперная 4 амперная у каждого аккумулятора есть индикатора заряда батареи по поводу банок фотографии сейчас видите они одинаковые бренд high star это китайский завод по маркировке это 18650 icr опять же здесь стоит не но нейм по поводу плат фотографию также сейчас видите у 2 амперный компонентами вниз такое же я наблюдал у деволта и например если мы говорим про 4 амперную компонентами вверх компоненты залиты у нас лаком еще одно наблюдение если мы посмотрим на посадочное гнездо то она один в один как у воркса но если мы берем vesco то на works она встает инструмент работает а вот если мы попробуем наоборот батарею от works поставить на vesco она не встает проблема здесь заключается в задней части батареи в общем у нас здесь есть отличие тут три перемычки на works и 4 если одну перемычку удалить то без проблем все это дело будет работать по тестам мы замерим емкость аккумуляторных батареи в общем с помощью аймакса полностью зарядим эти батареи до 21 ульта а потом с помощью нагрузки будем разряжать до 15 вольт током 1 ампер в общем вашему вниманию то что у нас получилось фотография теста батареи на 2 ампер часа сейчас перед вашими глазами что важное здесь нужно знать это справа сверху это количество миллиампер сколько мы смогли вытащить далее там на новом приборе указаны еще ватт часы короче смотрите что у нас здесь получается должно быть по паспорту 2000 а смогли вытащить меньше 1791 миллиампер часов далее если мы посмотрим итоговую таблицу здесь добавлены все 2 амперные батареи которые на данный момент протестированы на канале по сути эта таблица в основном для шуруповертов потому что на шуриках используется в тестах именно 2 амперные батареи что из этой таблицы мы видим здесь у нас 18 разнообразных брендов далее емкость по паспорту емкость по прибору и есть батареи разные были 2 амперные были полтора амперные чтобы не путаться сделана отдельно графа 1 ампер час согласно этой графы выставляются баллы далее есть отдельно графа сколько в процентах не хватает баллы выставляются достаточно просто графу 1 ампер час делим на 1000 получается у нас результат если бы батарея выдала сколько вот должно быть там 2000 был бы один балл а так чуть меньше теперь фотография теста 4 амперной батареи здесь все то же самое справа сверху мы видим должно быть 4 а смогли вытащить 3519 миллиампер и сразу же итоговая таблица здесь у нас также находятся все бренды которые на данный момент мы протестировали опять же эта таблица в основном идет для болгарок для циркуляра к опять же для триммеров и тому подобного более мощного инструмента что мы здесь видим у нас здесь есть сколько должно быть по паспорту сколько по прибору сколько в процентах не хватает и также сделана отдельная графа 1 ампер час почему потому что некоторые бренды идут на 5 и 5 некоторые на 3000 и тому подобное что все это дело уравнять и было понятно сделано отдельная графа 1 ампер час согласно этой графы будут выставляться баллы баллы выставляются также как и предыдущий шуруповерт просто делим на 1000 получаем итоговый результат выско здесь находится по сути где-то посередине также в комплекте идет 20 вольтовое зарядное устройство с током зарядки 2 ампера 2 амперную батарею такое зарядное устройство зарядить за 1 час 4 амперную за два часа и первый инструмент с которого мы с вами начнем это конечно же шуруповерт это vesco модель vs 2390 это у нас щеточный шуруповерт по внешнему виду то что синим пластик то что черным обрезиненная часть обрезинена у нас полностью рукоять нижняя часть шуруповерта задняя часть шуруповерта верхняя часть шуруповерта а также имеются боковые обрезиненные вставки вес шуруповерт один килограмм 392 грамма вес аккумулятора двух амперного 391 грамм в длину шуруповерт 192 миллиметра данный шурик имеет три режима работы это у нас закручивание саморезов сверление а также режим работы с ударом патрон здесь на 10 миллиметров пластиковый одномуфтовый шуруповерт имеет подсветку рабочей зоны отсрочки у него нет теперь давайте тестировать и первое с чего мы с вами начнём это традиционные обороты данный шуруповерт 2 скоростной и на первой скорости производитель заявляет от 0 до 400 оборотов измерять обороты будем с помощью прибора который называется мини тахометр в общем замеряем и там чуть чуть меньше тристоп repeated оборотов на второй скорости производитель заявляет от 0 до 1600 оборотов замеряем с помощью прибора там также чуть меньше 1380 оборотов итоговая таблица по оборотам шуруповерта сейчас перед вашими глазами здесь находится все 20 щеточных шуруповертов и что из этой таблицы мы видим здесь у нас есть первая скорость вторая скорость по паспорту то что получилось по факту и сделана отдельная графа помечена световыми маркерами то есть это у нас сколько в процентах не хватает и баллы выставляют следующим образом если у нас обороты на 1 либо же на 2 скорости совпали с паспортными либо же имеет погрешность в пределах пяти процентов то это 0 5 балла если же больше то красная метка и 0 у vesco получается ничего не совпало следующим тестом мы посмотрим насколько хватает данного шуруповерта на 1 скорости тест достаточно простой есть саморезы 51 есть многослойная фанера в общем давайте все это дело начнем закручивать в общем шуруповерт у нас мог загрузить 325 саморезов после этого полностью разрядился нагрелся шуруповерт до 49 градусов аккумуляторная батарея до 33 итоговая таблица по саморезам сейчас перед вашими глазами здесь находится все 20 шуруповертов именно щеточных которые мы протестировали на канале что из этой таблицы мы видим сколько саморезов было закручено температурные режимы и далее сделано отдельная графа 1 ампер час потому что батареи у шуруповертов разные чтобы результаты были более менее одинаковые от таблицы 1 ампер час мы делаем итоговые баллы баллы это грубо говоря результат 1 ампер час разделить на 100 и получается то что вы видите теперь посмотрим насколько шуруповерта хватает на 2 скорости для этого нужно что-то посверлить у меня есть 38 перья в общем давайте приступать данный шуруповерт у нас мог сделать 13 отверстий после этого также полностью разрядился нагрелся шуруповерт намного больше аж до 82 градусов аккумуляторная батарея нагрелась до 60 итоговая таблица по перьевым сверлом сейчас перед вашими глазами здесь все 20 чёточных шуруповертов что из этой таблицы мы видим сколько по результатам сколько отверстий далее температурный режим и сделано отдельная графа 1 ампер час согласно этой графы и выставляются баллы все достаточно просто веско здесь также посередине ну что результаты очень хорошие но в жизни я думаю так закручивать и сверлить мало кто будет но если вдруг вам такое пригодится теперь вы знаете насколько хватит шуруповерта следующий параметр который мы с вами будем измерять это мягкий крутящий момент есть жесткий крутящий момент который измеряется на грани поломки инструмента и в жизни вы его мало где встретите есть мягкий крутящий момент который измеряется постепенным наращиванием усилия примеру как закручивание здорового глухаря в древесину. А вот это вот жизни нам пригодится. В общем, давайте посмотрим, сколько там мягкого крутящего момента. Измерять будем стандартно. В общем, вначале будем крутить до сработки защиты, а потом традиционно до усеров. 13, 18, 20, 03. Итоговая таблица по мягкому крутящему моменту сейчас перед вашими глазами. Здесь все 20 чёточных шуруповёртов. Что из этой таблицы мы видим? Есть графа жёсткий крутящий момент, который везде у всех производителей указывается, и мягкий крутящий момент, который не все производители указывают. Соответственно, если мягкий крутящий момент не указан, я отметил это красным маркером. И вычислял его достаточно просто. Обычно мягкий крутящий момент это половина жёсткого. Опять же, где-то больше, где-то меньше. Ну вот так вот я это всё решил сделать. Правильно, неправильно, как вы считаете, напишите в комментариях. И далее в процентах, сколько не хватает. И два результата. До сработки защиты, до усрачки. До усрачки это, грубо говоря, самый главный параметр. Здесь мы будем мерить именно максимальный мягкий крутящий момент. Если он у нас совпал с паспортным, либо же имеет погрешность в пределах 10%, то за это 1 балл. Если не совпал, то это 0 баллов. Соответственно, за всю историю пока 4 шуруповёрта смогли подтвердить свой мягкий крутящий момент. А Vesco получается где-то посередине. С паспортным не совпало, но достаточно неплохой момент. В общем, 0 баллов. Цифры это всё, конечно же, круто, но всем интересно, на что данный шуруповёрт способен вживую. В общем, давайте крутить разнообразные метизы. Крутить будем в режиме закручивания саморезов. И первое, с чего мы с вами начнём, это у нас 35-е саморезы. И здесь шуруповёрт справился без проблем. Далее увеличиваем нагрузку в три раза. Это у нас 120-е саморезы. Также режим закручивания саморезов шуруповёрт справился на ура. Теперь возьмём что-то посерьёзнее. Это у нас 200-ый глухарь. И давайте попробуем закрутить его. Вашему вниманию что получилось. Здесь у нас сработала трещотка. То есть в режиме закручивания саморезов, в максимальном 20-ом режиме закрутить данный глухарь у нас не получается. В общем, меняем режим, делаем режим сверления и смотрим, сможет ли у нас шуруповёрт закрутить этот глухарь. В общем, при закручивании шуруповёрт у нас ушёл в защиту. Вспоминаем предыдущий тест, когда мы тестировали мягкий крутящий момент. Мы его тестировали до сработки защиты, а далее тянули до усёра. В общем, давайте посмотрим, сможет ли этот шуруповёрт докрутить этот самый глухарь. И что мы видим, докрутить он его может за три попытки. Следующий тест, это сможет ли шуруповёрт выкрутить то, что он до этого закрутил. Давайте пробовать. Выкрутил он также за три попытки. Теперь у нас идёт вторая скорость. Для этого нужно что-то посверлить. В общем, использовать будем также перья, но не обычные, как до этого, а злые. Вашему вниманию фотография. Чем они отличаются? У обычных там стандартный острый наконечник, а у злых там находится резьба, благодаря которой эти перья притягиваются с одинаковым моментом. Короче, давайте смотреть, какие диаметры осили данный шуруповёрт. 16 миллиметров осилил без проблем, 18 миллиметров осилил, 20 миллиметров осилил, 22 миллиметра осилил, а вот 25 не справился. Итоговая таблица по злым перьям сейчас перед вашими глазами. Там все также 20 шуруповёртов, которые мы до этого сравнивали. В общем, есть результаты, которые получились, и баллы выставлял именно согласно тем результатам. Короче, что из этой таблицы мы видим? Веска у нас находится выше среднего. Опять же, ниже него Редверк, Бош, Файнпауэр, выше него ЕГЭ, Макита, Деволт, Милоки. Ну и напоследок я решил проверить режим трещотки. Здесь у нас трещотка на 20 положений. При закручивании глухаря мы проверили, получается, 20 положение. Но всем интересно первое, второе и третье. В общем, насколько трещотка у нас мягкая. В общем, вашему вниманию данный тест. Фотография данного теста сейчас перед вашими глазами. Напишите в комментариях, как вам данная трещотка. Кстати, у Веска есть третий режим. Это сверление с ударом. Вашему вниманию, что получилось? Я в патрон зарядил шестое сверло с победитовым наконечником. И мы, получается, бурим настоящий бетон. До этого многие писали, что ты там используешь какую-то старую стену, буришь кирпич. Здесь реальный бетон, бордюрный камень. В принципе, шуруповерт с этим камнем справляется. Да, не быстро, но надо понимать, что это ударная дрель. Это совершенно не перфоратор. Чуть попозже, когда мы будем рассматривать перфоратор, вы увидите, в чем разница между дрелью и перфоратором. Теперь самое интересное. В общем, складываем все результаты перед вашими глазами. Итоговая таблица по шуруповертам, именно щеточным. Сразу же хочу сказать, данная таблица не является истиной в последней станции. Грубо говоря, как я это вижу? Я сделал разнообразный тест и то, что у меня получилось сейчас перед вашими глазами. И это, по сути, при условии, что все шуруповерты стоят либо одинаково. То есть, вот, стоят они одинаково и что лучше, что хуже сейчас перед вашими глазами. Если мы посмотрим на Веска, то всю дорогу он во всех тестах, грубо говоря, находился где-то посередине. И, в целом, в итоговой таблице там же и оказался. Еще одна таблица, которая многим нравится, это цена-качество, цена-баллы. В общем, как удобно, так и называете. В чем здесь прикол? Здесь, кроме цены, добавлена еще одна графа, цена разделить на баллы. И, согласно этой графы, у нас выставляется ранжир. И здесь важно не насколько шуруповерт крутой, мощный, и как он выиграл всех во всех, грубо говоря, тестах, а учитывается еще его цена. И уже, согласно этой таблице, места у нас распределились совершенно по-другому. Если говорить про тот же самый Веска, по цене он один из самых дешевых. При этом он продается изначально в комплекте с одной аккумуляторной батареей, стоит 4 800. Но практически все шуруповерты, которые вы здесь видите, они идут с двумя аккумуляторами. Поэтому плюсом я добавил еще один аккумулятор, это 1700. Итого получилось 6 500. И благодаря вот этой цене он занял второе место. Следующее, что мы с вами рассмотрим, это аккумуляторная бесщеточная болгарка. Это Веска, модель ВС-2890. В общем, внешний вид. То, что синим, серым пластик. То, что черным обрезиненная часть. Обрезинена полностью рукоять по кругу. Вес болгарки 2 килограмма 249 грамм. Вес 4-амперного аккумулятора 700 грамм. Болгарка у нас на 125 диск. Кожух имеет бесключевое крепление. И в общем, начнем традиционно с оборотов. Здесь у нас по оборотам обещают до 8 тысяч с половиной оборотов. Короче, берем прибор мини-тахометр. И вашему вниманию, что получилось? 7 250. Итоговая таблица по оборотам болгарки сейчас перед вашими глазами. Здесь у нас находятся все 20 болгарок, которые на данный момент протестированы. По таблице, что мы видим, отмечены именно щеточные, а также бесщеточные варианты. Далее, по паспорту, по максимуму, сколько должно быть и сколько получилось по прибору. И погрешность, сколько не хватает в процентах. Далее, у нас, если болгарка имеет регулировку оборотов, были еще замерены именно самые минимальные обороты. Если говорить про ВЭСКО, она не имеет регулировки оборотов. Соответственно, замерены только высокие обороты. Баллы выставляют следующим образом. Короче, если баллы равны паспортным, либо же имеют погрешность в пределах 5%, то это 0,1 балла. Если больше, то 0. Если говорить про ВЭСКО, то у нее обороты не совпали с паспортами. Поэтому 0 баллов. Следующим тестом посмотрим, насколько данной болгарки хватит. В общем, попытаемся ей попилить. Для этого теста я обычно использую полнотелый квадрат со стороной 12. Короче, давайте начинать. Данная болгарка у нас могла сделать 40 пилов. После этого у нас полностью разрядилась. Нагрелась до 43 градусов. Аккумуляторная батарея до 51. Итоговая таблица по пилению сейчас перед вашими глазами. Здесь находятся все 20 болгарок, которые на данный момент протестированы. Опять же, отмечены щеточные, а также бесщеточные варианты. Далее у нас есть количество пилов, которые они сделали, температурный режим. И за счет того, что аккумуляторы у нас используются разные, сделана отдельная графа 1 Ач. Согласно этой графе выставляется ранжир и выставляются баллы. В общем, смотрите. ВЭСКО находится где-то посередине. Это 1 балл и получается 40 пилов. Неплохой результат. Следующим тестом мы посмотрим, насколько болгарка у нас мощная. Режим шлифовки. В общем, посмотрим, смогу ли я ее задавить. Тест достаточно простой. Есть весы, к ним приделан кусок металла. Далее на болгарку ставится диск для шлифовки. И с помощью собственного веса я пытаюсь ее задавить. В общем, смотрим, при каком усилии она у нас остановится. Будет 4 попытки. И в среднем это 5,5 килограмма. Итоговая таблица по шлифовке сейчас перед вашими глазами. Здесь находятся все 20 болгарок, которые на данный момент протестированы. В общем, у нас здесь идут результаты. Далее баллы выставляются следующим образом. Результат делится на 10. По тому, что занял у нас ВЭСК, это 4 место. Выше него только Филисати, Бош, а также КАТ. И в принципе, результат достаточно неплохой. Далее, что хочу отметить. Если мы говорим про болгарки, то результат меньше 3 килограмм. Такой болгаркой вообще пилить невозможно. Она не пилит, она постоянно глушится. Если результат от 3 до 4 килограмм, то здесь, ну, прям чувствуется, что мощи не хватает. Пилить можно, но без особого нажима. Далее у нас мощность при пилении. Для этого есть интересный стенд. С одной стороны крепится болгарка, с другой стороны крепится арматура. Вешаются разнообразные веса, которые тянут болгарку к арматуре. И, в общем, будем смотреть, при каком весе болгарка становится. С весом 2 килограмма справилась, 3 килограмма справилась, 4 килограмма справилась, 5 килограммов справилась, 6 килограммов справилась, 7 килограммов справилась, 8 килограммов справилась, 9 килограмм она не осилила. Итоговая таблица по мощности припиления сейчас перед вашими глазами. Также все 20 болгарок, также отмечены щеточные и бесщеточные варианты. Итоговый результат и баллы выставляются следующим образом. Просто результат делится на 10. Что мы здесь видим? Веска у нас также на верхних позициях. Это четвертое место. Примерно то же самое, что и простомер на 21 вольт. Теперь самое интересное. Складываем все показатели. Итоговая таблица по болгаркам сейчас перед вашими глазами. Здесь у нас все 20 болгарок. Щеточные и бесщеточные показаны. Каждое испытание по отдельности. И то, что получилось в итоге по баллам. Грубо говоря, это таблица. Если бы все болгарки стоили бы одинаково. И нам было бы важно, что они показали по результатам. Если говорить про шуруповерт, то он оказался крепким середняком. А вот болгарка показала намного лучшие результаты. И еще одна таблица, которая многим нравится. Это цена качества, цена баллы. Все то же самое, что и было до этого в шуруповертах. Здесь важны не только результаты, но и цена инструмента. Если говорить про Vesco, такая болгарка с 4-амперным аккумулятором стоит 8900. И согласно этому мы берем эту цену и делим на количество баллов, которые Vesco заработал. Он находится на третьем месте. Следующий инструмент, который мы с вами рассмотрим, это у нас аккумуляторный щеточный лобзик. Это у нас Vesco модель 2305.9. Давайте начнем с внешнего вида. И то, что синим пластик, то, что черным обрезиненная часть. Обрезинена полностью рукоять. Подошва у нас также полностью металлическая. Подошва имеет возможность трансформации под разным углом. Фиксация осуществляется с помощью винта на шестигранник. Шестигранник крепится на самом лобзике. Под него есть отдельное место. Регулировка положения осуществляется следующим образом. У нас на подошве есть металлические зубцы, которые фиксируются в металлический упор, который находится на самом лобзике. Далее на подошве у нас есть магниты, а также на подошве есть возможность фиксации бокового упора. Есть четыре режима. Все стандартно. Один режим стандартный лобзик и три режима работы маятникового хода. Из защиты здесь есть защита курка, а также в комплекте идет дополнительный воздуховод для работы с пылесосом. Ну что, давайте тестировать. И первые традиционные, конечно же, обороты. Здесь по паспорту написано 2500 оборотов. Измерять их будем с помощью также мини-тахометра, но немножко другого. До этого у нас был контактный, этот бесконтактный с лазером. В общем, на пилку мы вешаем отражающую ленту и замеряем, сколько ходов у нас будет. На самом деле здесь гораздо больше, 2700 оборотов. Далее посмотрим, насколько данного лобзика хватит. И подобный инструмент на тестах у меня впервые, поэтому все тесты будут получаться проба пера. Что из этого всего я придумал? Так как у нас здесь несколько режимов, первое, с чего мы с вами начнем, это максимальный режим, третий. В общем, здесь прям самый агрессивный режим. Для этого мы будем пилить доску. Она у нас 200 на 50. Короче, давайте смотреть, что получилось. В данном режиме лобзик смог сделать 56 пилов. После этого полностью разрядился, нагрелся до 84 градусов. Аккумуляторная батарея до 45. Далее мы проверим более деликатный режим. Это первый. В общем, для этого я буду использовать столешницу. Столешница в глубину 600. В высоту у нас получается полтинник. Давайте смотреть, что из этого получается. В данном режиме лобзик смог сделать 12 целых пилов. А вот на 13-й чуть-чуть ему не хватило. Если говорить про длину, это составляет 7 метров 74 сантиметра. Следующим тестом я решил проверить, насколько лобзик мощный. В общем, вообще, реально ли его каким-либо весом задавить. Потому что обычно аккумуляторные инструменты намного слабее, чем сетевые. И зачастую аккумуляторные, когда ты пилишь, грубо говоря, встречаются какие-то там сучки и тому подобное. И он может заглохнуть. Короче, давайте попробуем. Тест, по примеру, той же самой болгарки. Даже для теста использовал тот же самый стенд. Закрепил туда лобзик, повесил пилку и начал пилить разнообразные бруски. Начал с 2 килограмм, а вот закончил с 15 килограммами. При этом на 15 килограммах лобзику хоть бы хны, а вот пилки летят одна за другой. То есть, получается, максимальный вес, которого я добился, это 15 килограмм. В жизни 15 килограмм на лобзик никто давить не будет. Поэтому делаем вывод, что лобзик мощный. Кстати, по поводу работы лобзиком. В общем, опыта у меня здесь не так много. Но предыдущие лобзики, которыми я пользовался, имели в передней части разрез. И выглядит как бы п-образно. Здесь у нас идет сплошная часть на подошве. И мне казалось изначально, что это какой-то минус. Но поработав, заметил некую тенденцию. В общем, вот эта сплошная часть не дает опилкам, которые выбрасываются вперед, попасть в рабочую область. То есть, она как бы с собой вперед их тянет. И обдув, который есть на самом лобзике, то есть изначальный он располагается под пилкой, оставляет рабочую область практически всегда чистой. Соответственно, линию достаточно неплохо видно. Ну и напоследок остался аккумуляторный бесщеточный перфоратор. Это Vesco модель VS2806.9. В общем, начнем с внешнего вида. То, что синим, серым пластик. То, что черным, обрезиненная часть. Обрезинена полностью рукоять, верхняя часть перфоратора. А также есть обрезинка посередине. По обрезиненным частям, вообще по всем моделям Vesco, можно сказать только так, что обрезинка находится там, где находится ваша рука. А если мы берем на примере перфоратора, то есть вот здесь на рукояти, если вы положите руку сверху, либо же будете держать за среднюю рукоять. В общем, везде в этих местах у нас находятся обрезиненные части. Вес перфоратора 2 килограмма 562 грамма. Вес 4-амперного аккумулятора 700 грамм. Перфоратор у нас трехрежимный. Есть режим сверления, режим перфоратора, режим просто удара. Также есть четвертый режим, это смена положения до лото. Перфоратор у нас имеет подсветку рабочей зоны, она у нас с отсрочкой. По поводу характеристик, здесь указаны обороты, по паспорту должно быть 1350 оборотов. Давайте проверим их с помощью прибора мини-тахометра. Бавшему вниманию показатели, эти обороты здесь присутствуют. Обороты здесь регулируются с помощью курка. Минимальные обороты это 210, а вот от 210 до 1350 регулировка осуществляется плавно, без каких-либо ступеней. Можно с помощью курка выбрать любые обороты, которые вам будут комфортны. Теперь проверим емкость. В общем, ставим шестой бур, берем бетон и давайте смотреть, что у нас из этого получилось. За один заход он смог сделать 69 отверстий. После этого полностью разрядился. Нагрелся до 57 градусов, аккумуляторная батарея до 67. Есть еще один параметр, это сила удара. Но как ее замерить, я еще не знаю. Если у вас есть какие-либо идеи, пишите в комментариях. В дальнейшем, мне кажется, этот параметр было бы интересней замерять в сравнении. То есть взять несколько разнообразных перфораторов и посмотреть, кто из них заборется быстрее. Что вы об этом думаете, также пишите в комментариях. Перфоратор у нас трехрежимный. И всем, наверное, интересно, на что он способен на режиме сверления. В общем, давайте переключим и посмотрим. Всем, наверное, интересно, можно ли в этом режиме закручивать, к примеру, какие-нибудь здоровые глухари. Для этого давайте измерим, какой крутящий момент развивает в этом режиме перфоратор. 5,13. Ну что, 5 ньютон-метров не так много. Если вспомнить шуруповерт, то он развивает 20 ньютон-метров в 4 раза больше. Соответственно, в этом режиме закручивать глухари у нас не получится. А что можно делать в этом режиме? Ну, например, можно сверлить, используя перья. Вашему вниманию, что у меня из этого получилось. Следующее, что можно сделать, это поставить туда биту и закручивать, к примеру, саморезы. И с ними он без проблем справляется. Третий режим, это режим удара. В общем, можно долго рассказывать, но лучше всего показать. Вашему вниманию, что из этого получилось. Короче, это не панацея. С этим режимом я бы не стал бы отдалливать штукатурку. Но если вдруг что-то нужно где-то поддалбить, то в этом режиме перфоратор без проблем справится. Ну и напоследок сравнение, о котором я обещал. В общем, какая разница между ударным шуруповертом и перфоратором? Очень много разнообразных комментариев от людей, которые пишут, ну, что выбрать. Например, ударный шуруповерт, либо же перф. И приводят примеры, типа, вот я хочу купить, например, перфоратор и аккумуляторную отвертку, либо же какой-нибудь ударный шуруповерт. В чем здесь разница? В общем, давайте зарядим сюда сверло с победитовым наконечником в шестерку. Сюда зарядим бур и вашему вниманию, что получилось. То есть, надеюсь, вам видно, что перфоратор с этим действием справляется в разы быстрее. При этом, если вы собираетесь работать именно по бетону, вам нужно очень много бурить, то на вашем месте я бы взял бы перфоратор, потому что с этой задачей он справляется намного быстрее и намного ненапряжнее. Если вам в кое-то веки раз в жизни нужно повесить карниз, либо прибить какую-то полочку, то с этим действием вам без проблем справится шуруповерт. Да, сделает чуть подольше, но при этом покупать дополнительный инструмент вам не придется. По поводу того, сколько стоит и где можно приобрести. В общем, Vesco у нас сейчас продается эксклюзивно только в сети магазинов DNS. В общем, ссылку на него, как обычно, оставлю в описании. Там можно будет посмотреть весь модельный ряд, а также актуальную на данный момент цену. При этом, у Vesco есть не только аккумуляторные инструменты, которые я сегодня тестировал, но также есть огромный выбор сетевых, а также есть лазерная техника. В общем, все ссылки, как обычно, в описании. Итоги выше увиденного, а также мое мнение. В комментариях напишите, что вы думаете по поводу сегодняшнего выпуска. Понравился он вам, не понравился. Надеюсь, сегодняшняя презентация была не только интересной, но и полезной, потому что я не просто показал, как выглядит инструмент, но и полностью его протестировал, показав, на что он способен. Далее, в комментариях напишите, что вы думаете по поводу дальнейшего сравнения данного инструмента. С чем бы вы хотели, чтобы я его сравнил? Кого вы видите в его конкурентах? В общем, как-то так. На этом у меня сегодня все. Если ролик оказался интересным, либо же полезным, отблагодарить достаточно просто. Лайк, репост, подписка, комментарий и тому подобные простые действия. Далее, у нас в описании есть дополнительные соцсети. Подписывайтесь. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok